Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Елена Краева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Сегодня в нашей программе вы увидите... Выездная инспекция. Глава округа Андрей Иванов проверил ход выполнения работ по реконструкции дорожной развязки на улице Чистяковой. Месяц чистоты благоустройства в Дубовой роще между Подушкинским и Красногорским шоссе провели финальный субботник этой весны. Комфортная городская среда. В рамках федерального проекта продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. Управлению образования 30. К круглой дате подготовили праздничный концерт и наградили победителей педагогических конкурсов. Юные агрономы. В селе Ершово во второй раз прошел чемпионат профессионального мастерства. Байкеры за безопасность. В Одинцове открыли новый мотосезон. Сегодня 3 мая. В этот день в 1937 году одну из наиболее престижных наград США в области литературы получил роман Маргарет Митчелл «Унесенный ветром». Выход книги годом ранее имел оглушительный успех. В первый день продали 50 тысяч экземпляров, а к концу года уже полтора миллиона. Какими еще событиями запомнилась 3 мая, смотрите в нашей следующей рубрике. 3 мая 1494 года Христофор Холумб открыл Ямайку. Испанский мореплаватель обнаружил остров во время своей второй экспедиции в Западную Индию, после того, как открыл Доминикану, Гваделупу, Виргинские острова и Пуэрто-Рико, а также повторно посетил Гаити и Кубу. Первое поселение на Ямайке испанцы основали уже в 1509 году. К приходу завоевателей земли населяли индейцы Араваки. Их численность достигала примерно 60 тысяч человек. За период испанского господства индейцы на Ямайке исчезли почти полностью. Название острова происходит от искаженного индейского слова «хаймака», что буквально означает «остров родников» или «земля источников». Ежегодно 3 мая в России, а также в некоторых странах постсоветского пространства, свой профессиональный праздник отмечают кондитеры. Миртуозные создатели тортов, конфет, пирогов, пирожных, плюшек и других сладостей. Также сегодня празднуют Всемирный день свободы печати с целью напомнить международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во всеобщей декларации прав человека. 3 мая 1314 года родился русский церковный и государственный деятель, основатель Троицы Сергиевого монастыря Сергий Радонежский. Еще при жизни преподобный Сергию достоился благодатного дара чудотворений. Слава о чудесах, совершенных священнослужителем, быстро распространилась, к нему приводили больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцеления недугов и назидательных советов. Также в этот день родились итальянский философ и политик эпохи Возрождения Никола Маккиавелли и российская актриса театра и кино Наталья Андрейченко. И к другим новостям. Работы по реконструкции дорожной развязки на улице Чистяковой близятся к завершению. Глава округа Андрей Иванов в рамках выездной инспекции проверил соблюдение сроков и ход выполнения работ, а также пообщался с местными жителями. До 1 июля открыть движение полноценное по всей улице Чистяковой. Останется только под устройством. И до 1 июля сделаем съезд. Спасибо. Вот в этой точке. Спасибо. Работы по реконструкции улицы Чистяковой вышли на финишную прямую. Переустроены коммуникации, переложены линии связи, сети электро- и газоснабжения. Установлены водопропускные трубы, обустроены подпорные стенки. В настоящее время ведется установка шумзащитного экрана и укладывается асфальт. У нас три слоя асфальтобетонного покрытия предусмотрены проектом. Два из них лежат. Остался верхний слой покрытия. Это щебеночный мастичный асфальтобетон. На объекте задействованы 60 человек и 20 единиц техники. Строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Помимо реконструкции дорожного полотна, на прилегающей территории также проведут благоустройство. Высадят деревья, молодые липы, клены, акацию и декоративный кустарник. Обсуждается возможность внесения изменений в схему дорожного движения для удобства жителей. Также в планах организовать дополнительный выезд на улицу Чистяковой от дома номер 8, примыкающего к круговой развязке. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». В «Одинцове» завершился месяц чистоты и благоустройства. На этот раз финальный субботник провели в Дубовой роще между Подушкинским и Красногорским шоссе. В уборке территории участвовали сотрудники администрации, общественники, жители округа и глава муниципалитета Андрей Иванов. Екатерина Крамор с места событий. Уборка мусора, валежника, листвы и рубка сухостоя. На протяжении всего месяца активисты со всего округа принимали участие при введении в порядок территорий. На финальный субботник Татьяна вышла вместе со своими коллегами из Одинцовской областной больницы. Это очень полезное мероприятие. Благоустроили город. И, конечно, это очень объединяет коллектив. Ранее жители уже убирали территории в деревне Глазынино, студенческом парке, в Одинцове и в других местах. В этот раз субботник прошел в Дубовой роще между Подушкинским и Красногорским шоссе. Глава муниципалитета Андрей Иванов поблагодарил всех, кто трудился на благо округа весь месяц. Мы проводим уже четвертый большой субботник такой дружной команды. Я хотел бы сказать всем вам спасибо за участие. Спасибо всем жителям, которые поддержали и присоединились к нам. Мы очень ценим их за участие и за такое неравнодушное отношение к нашему городу. За месяц чистоты и благоустройства участники субботников привели в порядок зеленые зоны, парки и другие общественные территории. Мы за чистый город. Более того, во всех образовательных учреждениях у нас и в детских садах, и в школах тоже проходят по субботам субботники. Мы приводим территории свои после зимнего периода в нормальное состояние. Избавляемся от старой гнилой листвы, от мусора. Хотим, чтобы все наши дворы были чистыми, обранными и аккуратными. Мы сегодня с своим коллективом поддержали инициативу Андреевича Воробьева и главы нашего городского округа Андрея Рубича Иванова. Вышли на субботник. Он завершающий в этом месяце. Сейчас уберем сухостой, попилим, сложим его в кучу, чтобы можно было в дальнейшем его утилизировать. Уберем упавшую листву. Восстановить силы всем участникам субботника помогла полевая кухня, которая развернулась прямо в дубовой роще. В этот день масштабная уборка территории прошла по всему городскому округу. Было убрано 1400 кубометров мусора, высажено 10 деревьев и 10 кустарников, а также отремонтировано 50 малых архитектурных форм. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Переходим к новостям региона. 1 мая почти в 70 подмосковных парках прошло открытие теплого сезона. Мероприятия посетили более 20 тысяч жителей и гостей региона. Для них организовали арт-пространство с анимацией, выставки фотографий и творческих поделок, спортивные соревнования, активности и много других развлечений. Для детей организовали анимационные программы, караоке, дискотеки и настольные игры. О других новостях региона смотрите далее. Региональный МИДТРАНС призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. В период майских праздников Госавтоинспекция Подмосковья проводит массовые проверки водителей на трезвость. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение штраф от 200 тысяч рублей, возможно конфискация автомобиля и лишение свободы. Кроме того, ввиду продолжительных выходных ожидается рост транспортного потока на дорогах региона. В среднем скоростной режим в майские выходные увеличивается на 10 км в час. Поэтому участникам дорожного движения следует быть внимательными, особенно в черте дачных поселков и садовых товариществ. В майские выходные на территории 25 городских округов проходят фермерские ярмарки, где представлены домашний хлеб, молочная, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Все от региональных сельхозпроизводителей. Качество и безопасность контролируют специалисты Госветслужбы Подмосковья. На некоторых ярмарках для гостей организована полевая кухня и культурно-массовые мероприятия. Всего в мае на территории Подмосковья пройдет около 200 ярмарок. И с их списком можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода. По итогам Всероссийской Олимпиады школьников у командной Московской области 375 дипломов победителей и призеров. Это на 66 дипломов больше, чем в прошлом году. Подмосковье оказалось на втором месте среди всех регионов страны. Власти Московской области всячески поддерживают призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников, в том числе денежными выплатами от региона. Победители заключительного этапа в Подмосковье получат 500 тысяч рублей, призеры – 300 тысяч, участники – 100 тысяч. Продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование городской среды», инициированного президентом России. От Единцовского округа представлено 24 общественные территории в Звенигороде, Кубинке, Голице, Небольших Веземах и других населенных пунктах. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства на 2024 год. От Московской области на обсуждение вынесено 248 объектов из 56 городских округов. Перечень сформирована муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Благодаря поддержке нашего президента каждый год большое количество проектов благоустройства воплощается в жизнь. Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными – радует глаз. Важно, что активное участие в этих переменах принимают жители. В Одинцовском округе выбрали 24 конкурсных объекта. Жители голосуют на платформе «За городсреда.ру», авторизовавшись через госуслуги, или же при поддержке волонтеров, которые помогают заполнить анкету. Самыми активными и сознательными в этом вопросе оказались мамы с детьми. Мы живем в доме 139 Можайское шоссе. У нас есть недалеко скверик. В нашем районе, к сожалению, очень много домов. Вот так, чтобы погулять с детьми, с коляской, с чем мы столкнулись, когда маленький был ребенок. В общем-то, негде, только вдоль дорог получается. А этот скверик очень удобный. И хотелось бы, конечно, для детей там и мелками порисовать, пузыри попускать. Если благоустроить, будем очень рады. Одна из популярных локаций Одинцова, заявленная в конкурсном перечне – центральная площадь города. Жители отмечают, что там и сейчас неплохо, но можно сделать еще лучше. Можно усовершенствовать детские площадки. Дополнительно лавочки поставить, потому что мамы иногда хотят тоже отдохнуть, пока их дети развлекаются. И в некоторых местах заменить плитку. Еще один из важных объектов – Голицынский сквер возле церкви Серафима Саровского. Там любят отдыхать как жители, так и гости города. Эта территория, конечно, очень нуждается в благоустройстве, безусловно. Ведь достаточное количество людей появляется там ежедневно. Они приходят в храм или просто гуляют. Да, и очень бы хотелось, чтобы там были какие-то лавочки, чтобы, может быть, урны для того, чтобы мусор можно было выбросить. Ну и, конечно же, освещение, чтобы можно было погулять с детьми вечерами. И пожилым людям, и молодым тоже хотелось бы. Было бы здорово. Ознакомиться с полным перечнем конкурсных объектов в округе, а также отдать свой голос за выбранную территорию, можно на официальном сайте проекта до 31 мая включительно. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». 30 лет своей деятельности отметило Одинцовское управление образования. Круглую дату отпраздновали в Доме культуры «Горки-10», а также наградили победителей профессиональных педагогических конкурсов по итогам 2022-2023 годов. В торжественном мероприятии приняли участие работники сферы, депутаты, общественники и духовенства. 30 лет учить, вдохновлять и развивать. Одинцовское управление образования отмечает круглую дату. В честь знакового события в концертном зале Дома культуры «Горки-10» собрались работники и ветераны сферы, депутаты, сторонники партии «Единая Россия» и общественники, а также представители окружного благочиния. Со сцены в этот вечер звучали самые теплые слова. 30 лет, много это или мало, это все будет в истории. Очень много будет сказано сегодня. Сегодня я просто искренне хочу сказать вам спасибо вам огромное за наших детей и низкий вам за это поклон. Солидный возраст организации позволяет взглянуть назад на пройденный путь и вспомнить, как все начиналось. Особую благодарность выразили первому руководителю управления, заслуженному педагогу и почетному гражданину Одинцовского района Гильдебот, которая стояла у истоков становления организации и не один десяток лет верой и правдой служила на благо подрастающего поколения. Действительно, и фламандский проект, и спортивные школы в таком оригинальном исполнении, как школа фехтования, это все рождалось при вас, Гелессона. Все самое лучшее. Поэтому вы создатель системы. Система образования фундаментальной. Сегодня управление образования идет в ногу со временем, внедряет инновационные методики и технологии для решения актуальных задач воспитания детей. Но главным богатством организации неизменно остаются ее сотрудники и педагоги. Один человек ничего сделать не может. Должна быть команда. И вот команде, а это все, кто в управлении и в отделе народного образования работал, это руководители школ и их заместители. Ну, учителя это само собой. Поэтому я всем вам очень благодарна. Празднование 30-летия управления объединили с еще одним важным событием – церемонии награждения победителей профессиональных педагогических конкурсов 2023. Почетные грамоты, дипломы и подарки вручили учителям и воспитателю года, лучшему педагогу-психологу, а также призерам в номинациях «Педагогический дебют», «Воспитать человека» и «Сердце отдаю детям». Поздравили педагогов и творческими подарками. Для гостей праздника выступили детские коллективы округа и профессиональные музыканты. На улицах Москвы начал работать первый в России робот-уборщик. Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция разработаны российской командой. Созданием элементов дизайна и систем управления занимались белорусские партнеры. Робот может делать влажную уборку, а также подметать тротуар в течение 16 часов. У него смена и навесное оборудование, благодаря которому уборщик работает круглый год. О других новостях столицы смотрите в следующей рубрике. До конца 2023 года в столице планируют открыть новый автовокзал «Красногвардейский». Он будет соответствовать всем современным требованиям мирового уровня. Раньше на этом месте была автостанция. Ее уже демонтировали и отстроили новое трехэтажное здание. Сейчас обустраивают фасад и устанавливают инженерные системы. В Москве открыли сезон речных круизов. Из города можно отправиться в 30 других населенных пунктов по всей стране, в том числе в Астрахань, Ярославль и Нижний Новгород. Всего предусмотрено более 120 маршрутов. Самые популярные круизы в Санкт-Петербург, Казань, а также по городам Золотого кольца. Теплоходы отходят от Северного речного вокзала. В столице устанавливают павильоны «Здоровая Москва». Проверить здоровье бесплатно и без предварительной записи могут все желающие, старше 18 лет, прикрепленные городским поликлиникам. Для прохождения обследования нужно предъявить московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность. Павильоны откроют в середине мая и работать они будут в течение нескольких месяцев ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Их установят в 46 московских парках, скверах и зонах отдыха. Оставайтесь с нами и смотрите далее в программе. «Байкеры за безопасность» в Одинцове открыли новый мотосезон. Про добро. В Трехгорке прошла традиционная акция по сбору гуманитарной помощи. А в школе «Квантум» в селе Ершово во второй раз прошел чемпионат профессионального мастерства в сфере агрономии. На соревнованиях ребята определяли качество зерна и исследовали агрохимические свойства почвы. Кто стал победителем этих соревнований, расскажет Екатерина Крамор. Определение качества зерна, клейковины и исследование агрохимических свойств почвы. Ребята из 10-ти общеобразовательных учреждений Подмосковья приехали в школу «Квантум», чтобы сразиться на региональном чемпионате профессионального мастерства для юниоров. Участники продемонстрировали свои навыки в компетенции агрономии. В этом году география расширилась. К нам приехали ребята из 9 школ Московской области. И даже те, кто живет очень далеко от нас, например, Люберцы, Ступино. Нарафанинск, Руза. Мы очень рады, что такое количество ребят готовы приехать, посоревноваться, продемонстрировать свое мастерство. Юные агрономы на протяжении всего чемпионата выполняли задания в шести модулях. Работа с цифровыми платформами в сельском хозяйстве стала одним из самых интересных направлений на соревнованиях. Работа участников оценивает компетентное жюри из числа экспертов, наставников, которые готовили ребят к этому конкурсу. На каждом модуле можно заработать определенное количество баллов. Наибольшее количество баллов на чемпионате набрала ученица школы «Квантом» София Рязанова. Теперь победительница регионального этапа конкурса в компетенции агрономии сможет принять участие в финале на всероссийских соревнованиях. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». Летний сезон – долгожданное время для любителей двухколесного транспорта. С наступлением тепла они пересаживаются на своих железных коней и становятся еще одними особыми участниками дорожного движения. Полина Бахова побывала на традиционном открытии мотосезона и узнала, как правильно вести себя на дорогах. Железные кони гудят моторами и рвутся на городские просторы. Традиционно в начале мая одинцовские байкеры собираются на Центральной площади, чтобы открыть новый мотосезон. Ирина Жуганова здесь впервые. Вместе с мужем они преодолели на своем двухколесном транспорте немаленькое расстояние. Пришлось переехать в Подмосковье из Донецкой области. Вообще-то мы байкеры уже со стажем и там в Украине, когда была Украина, у нас очень много друзей. Очень много. И они все остались там, а мы одна пара сюда приехали. И надеемся, нас здесь примет. Тем более еще примут нас с Милой, потому что Мила для нас самое главное. Именно Милу они с мужем считают своим маленьким талисманом и в любые поездки берут с собой. Даже сейчас вот эта встреча здесь получилась из-за Милы. Так как я вышла к администрации просто прогуляться, я видела мотоциклистов, думаю, подойду. Но Мила увидела мотоцикл и побежала к нему. Таких любителей необычного передвижения в нашем округе порядка 300 человек. Они называют себя свободные мотоциклисты. У нас мотосообщество, то есть территориальное. Мы находимся в Одинцовском округе. И мотоциклисты свободные, именно так мы и называемся по территориальности. Мото Одинцова. Здесь нет правил и обязанностей, но есть особые отношения людей. Дружба, поддержка, общие интересы и, конечно же, любовь к своему байку. Мотоцикл – это образ жизни, говорят они. Главное – не забывать про безопасность. Только внимательность и знание правил. То есть нужно себя сдерживать, потому что мотоцикл – это все-таки быстро ускоряемый вид транспорта. Тормозят все одинаково, согласно законам физики. Соответственно, нужно немножко головы, чтобы думать о безопасности. Зеркала, вот как видите у всех, и как у мотоциклистов, так и у автомобилистов. Ну и главное – уважение на дороге, это чтобы друг друга все уважали. Причем быть осторожными важно не только мотоциклистам, но и всем участникам дорожного движения. Смотреть в зеркала, соблюдать скоростной режим, вовремя включать поворотники, мотоциклистам надевать экипировку, а автомобилистам не отвлекаться на телефон. Тогда летний сезон точно пройдет безопасно для всех. О субкультуре и движении байкеров в Одинцовском округе смотрите программу «Специальный репортаж». Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23 и 24 мая, а выпускные через месяц – 23 и 24 июня. Все мероприятия состоятся в очном режиме. А еще полтора миллиона российских школьников высадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Но об этом подробнее вы узнаете в нашей следующей рубрике. Более полутора миллионов российских школьников в этом году примут участие в международной акции «Сад памяти». Они высадят деревья в память о погибших во время Великой Отечественной войны. С каждым годом число участников увеличивается и расширяется география акции. В России День молодежи теперь будут отмечать в последнюю субботу июня. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин. 2 мая документ разместили на портале правовой информации, а с момента подписания он вступил в силу. В этом году россияне отпразднуют День молодежи 24 июня. Цифровую копию палеозавра впервые создали ученые Саратовского исследовательского госуниверситета. Хорошо сохранившийся скелет морской рептилии обнаружили в Ульяновской области в 2002 году. Ученые смогли сделать полное анатомическое описание животного и с помощью 3D-сканера сделали его виртуальную копию. Акции по сбору гуманитарной помощи для наших бойцов регулярно проходят в образовательном центре «Флагман» в Трегорке. В них принимают участие школьники, родители и педагоги. В этот раз общими усилиями собрали более 600 килограммов. Это необходимые вещи, продукты питания и предметы первой необходимости. От школы «Флагман» с любовью мы вас ждем. Школьники старательно подписывают каждую коробку с гуманитарной помощью. В них продукты питания, сладости, медикаменты – все для наших бойцов. Ольга стояла у истоков волонтерского движения, которое появилось в учебном учреждении. Все началось с простого предложения – собрать гумпомощь для участников спецоперации. Мы поняли, что нужно собирать адресные посылки. Мы стали собирать непосредственно по запросам. И к нам начали, к инициативе нашего класса, нашей школы, начали присоединяться другие корпуса. Школа «Флагман» – это четыре полноценных больших корпуса школы. То есть это, по сути дела, самая большая школа нашего района. И сейчас вот в нашу группу «Флагман» за наших, которую мы назвали благотворительной организацией, присоединяются очень много человек. В сборе гумпомощи принимают участие более ста человек. Это дети из разных классов, родители и педагоги. В этот раз был запрос от танкистов, которые базируются в Нарафаминске. Они попросили тактические очки и квадрокоптеры. Возим каждую неделю почти. Повезем в район Сватово первую танковую армию. Вот. Квадрокопты в этом нужны для внутренней разведки. Вот. Чтобы наши ребята в засаду не попали. Ребята участвуют в доброй акции не впервые. И уже понимают, что из вещей нужно бойцам. В этот раз особое внимание уделили предметам первой необходимости. Мы туда положили пену для бритья, бритвы и влажные салфетки. Ну и также скоро будет 9 мая, и поэтому солдатов надо поддерживать. И мы положили туда поздравительные открытки. Было, что и больше тысячи килограмм собирали. То есть приезжали две такие грузопассажирские машины, грузили. Кадеты помогают тоже. Пишут письма. Самое главное для добровольцев – обратная связь. Участники спецопераций присылают видеоприветы со словами благодарности. Ну а присоединиться к сбору гумпомощи и передать свою частичку тепла может каждый. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». И о погоде. По прогнозам синоптиков в среду будет дождь. Температура воздуха днем 9-11 градусов тепла. Ночью плюс 6-8. Ветер переменных направлений 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Геомагнитное поле неустойчивое. Не принимайте поспешных решений. Прислушайтесь к интуиции. Сегодня это полезнее, чем советы окружающих. Что-то может пойти не по плану. Импровизируйте. В рубрике «Гороскоп» расскажем подробнее. День обещает интересные встречи и приятные сюрпризы. Вероятно, начало дружеских или романтических отношений. Раки. Если вы начнете день в хорошем настроении, то и дальше все будет складываться неплохо. Беритесь за важные дела. Непреодолимых трудностей не возникнет, а с остальными вы справитесь. Львы. Ничего не откладывайте надолго. Сегодня вы легко справитесь с непростыми делами. Решайте задачи, которые казались очень сложными. Девы. Проявите инициативу в работе. Постарайтесь заинтересовать окружающих новыми идеями. Покажите, на что вы способны. Весы. Важные деловые переговоры сегодня пройдут успешно. Вас ждут хорошие новости, касающиеся работы. Скорпионы. Даже незначительные события могут заставить вас нервничать и помешать принять взвешенные решения. Сохраняйте спокойствие и правильно расставляйте приоритеты. Стрельцы. Сегодня кто-то может воспользоваться вашими знаниями и связями в своих интересах. Козероги. Вы легко поладите с новыми знакомыми, найдете подход к тем, кого совсем недавно встретили впервые. Водолеи. Вы добьетесь успеха в делах, которые требуют творческого подхода. Может появиться сразу несколько новых идей. Рыбы. Сегодня благоприятный день для покупок и сделок, а также для решения любых вопросов, связанных с деньгами. На этом у нас все. С вами была Елена Краева. И Ольга Дмитриева. Мы желаем вам прекрасного дня, замечательного настроения и побед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова